здравствуйте вы на канале подарок всем 01 меня зовут оля и сегодня я покажу как связать такую вот салфетку с джута столбиками с накидом диаметр ее составляет 30 сантиметров вязала я в одну нить крючок 35 миллиметров в этом видео я расскажу о своем любимом способе соединения рядов вот здесь вот соединение идет не знаю видно или нет с изнанки салфеточка выглядит вот так вот вот здесь вот место соединения ряда начинаем с петли амигуруми и набираем 3 воздушные петли 1 2 и 3 в эту же петлю нам нужно набрать еще 13 столбиков с накидом первый столбик 2 ну и так самостоятельно набираем 13 столбиков я провязала 13 столбиков всего в первом ряду у должно получиться как бы 14 столбиков то есть 13 столбиков с накидом плюс первые три воздушные петли и за хвостик я уже подтянула почти колечко вот так вот за хвостик тянем чтобы у нас здесь вообще не было отверстия далее будем соединять ряды вот у нас три воздушные петли первые их мы не трогаем вот первый столбик с накидом над ним есть вот такая вот косичка вот под нее с изнанки на лицо мы вводим крючок и захватываем вот эту вот сброшенную петельку вводим на изнанку вытягиваем и обхватываем как бы все вязание слева направо вот таким образом выбираем хвостик отсюда и подтягиваем за рабочую нить имитируем вот косичку вот она у нас получилось вот у нас косичка как бы над тремя воздушными петлями далее мы будем вязать именно здесь вместе сейвом вместе соединения вот в имитированной петли не под петлю а как бы в серединку то есть будем вводить крючок снизу вверх вот сюда вот и так при этом будем называть хвостик делаем накид и вводим крючок в серединку петли кладем сверху хвостик будем его ввязывать протягиваем петлю на крючке две петли провязали две петли и воздушную петлю и сюда же провязываем еще один столбик с накидом снизу вверх точно также в серединку хвостик кладем на крючок и провязываем столбик с накидом во втором ряду мы будем вязать в каждый столбик первого ряда по два столбика под косичку накид вот у нас следующий столбик над ним косичка под косичку провязали первый столбик при этом ввязываем хвостик и второй столбик еще раз следующую косичку под косичку ввели крючок первый столбик сюда же провязали второй столбик и таким образом мы вяжем до конца ряда всего у нас должно получиться двадцать восемь столбиков с накидом считая вот этот сымитированный столбик подошли к началу второго ряда вот у меня хвостик совсем маленький торчит его можно обрезать и соединяем опять ряды над вторым столбиком косичка под нее ввели крючок захватили петлю и уводим наизнанку обхватываем вязание слева направо и имитируем петлю далее нам понадобится 14 маркеров начинаем третий ряд здесь мы будем вязать при бабочку через один столбик и так накид в первый столбик мы провяжем один столбик накид в серединку ввели крючок точно так же как в предыдущем ряду захватили нить провязываем две петли и одну воздушную петлю следующий столбик вяжем два столбика с накидом под косичку уже вводим крючок провязываем первый столбик с накидом и второй столбик с накидом и крепим маркер на второй столбик из прибавки кто со мной уже давно они знают мой принцип вязания круга кто нет далее я расскажу почему я так делаю и так следующий столбик мы вяжем один столбик с накидом следующий столбик вяжем два столбика с накидом и на второй столбик с при бабочки крепим к маркер так так мы вяжем до конца ряда то есть чередуем при бабочку и один столбик и на втором столбике из прибавки мы крепим маркер я закончила третий ряд и в последний столбик 2 ряда я провязала при бабочку во второй столбик с 3 бабочки закрепила маркер заканчиваем ряд под косичку второго столбика вводим крючок захватываем петлю вводим на изнанку слева направо вводим петлю и подтягиваем ее сейчас расскажу как раз о своем принципе вязание кругом зачем я закрепляю маркер на втором столбике из при бабочки следующем ряду я буду вязать по одному столбику с накидом в каждый столбик предыдущего ряда а при бабочку делать следующий столбик за отмеченным то есть вот у нас прибавка второй столбик отмечен и в четвертом ряду я буду делать уже при бабочку вот в этот вот столбик таким образом мне не придется считать количество рядов количество столбиков просто креплю маркер в каждом ряду на второй столбик из прибавки и уже в следующем ряду вяжу прибавку в следующий столбик за отмеченным маркером и так вот у нас в предыдущем ряду столбик отмечен маркером и сейчас мы начинаем со следующего столбика значит сюда нам нужно провязать при бабочку и так накид вводим крючок серединку петли и имитируем первый столбик с накидом сюда же вяжем второй столбик с накидом и на второй столбик я креплю маркер далее вяжем один столбик с накидом в отмечены маркером тоже один столбик с накидом и следующий за отмеченным то есть вот в этот вижу уже прибавку первый столбик сюда же провязываю второй столбик и на второй столбик креплю маркер но и так вяжем по всему периметру сейчас мы провяжем один столбик в отмечены маркером тоже один столбик и в следующий за отмеченным делаем при бабочку на второй столбик из прибавки крепим маркер так вяжем до конца ряда заканчиваем четвертый ряд и будем соединять столбики под косичку 2 столбика он как раз отмечен маркером вели крючок с изнанки на лицо захватили нить и вводим ее на изнанку петлю вытаскиваем побольше обхватываем вязание слева направо и подтягиваем за рабочую нить имитируя петлю начинаем пятый ряд все точно так же как и предыдущих рядах накид крючок уходим снизу вверх с имитированную петлю серединку захватили нить и вяжем столбик с накидом следующий столбик мы тоже вяжем 1 столбик с накидом а вот в следующий за отмечен вяжем прибавку в первый столбик и сюда же привязываем второй столбик и второй столбик из прибавки отмечаем маркером чтобы в следующем ряду не запутаться и просто вязать прибавку следующий столбик за отмеченным далее вяжем в каждый столбик по одному столбику в отмеченный маркером столбик провязываем тоже один столбик а а вот в столбик за отмеченным маркером вяжем прибавку первый столбик сюда же второй столбик и отмечаем второй столбик маркером я думаю принцип вязания понятен смотрите следуя такому принципу вы можете вязать абсолютно любой диаметр будь то ковер либо подставочка вот под горячая салфетка будете вывязать столбиками с одним накидом столбиками без накидом вообще другим рисунком принцип вязания круга остается один и тот же чтобы не подсчитывать вот количество рядов количество столбиков петель в каждом ряду просто крепите маркер на второй столбик из прибавки вяжите в каждый столбик по одному столбику и при бабочку делайте только в столбик следующий за отмеченным маркером и так давайте до конца салфеточки провяжем уже самостоятельно если вы хотите диаметр как у меня 30 сантиметров это уже в отпаренном виде салфетка тогда мы вяжем 9 рядов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и встретимся уже в конце девятого ряда я покажу как делать вот такую вот обвязку косичкой я провязала последний девятый ряд и сейчас мы будем вязать соединительные столбики или соединительные петли как еще мы их называют под каждую косичку которая находится над столбиком 9 ряда вот на самый первый столбик верхнюю косичку не вот сюда вот над вторым столбиком косичка которая не под нее заводим крючок а вот чуть ниже получается она как бы в бок смотрит вот под нее вводим крючок и провязываем полустолбик далее под косичку следующего столбика ввели крючок полустолбик и так мы вяжем полустолбики под каждую косичку без прибавок и у нас получается что косичка будет идти с лицевой стороны и сбоку давайте так провяжем до конца ряда и встретимся уже в конце я подошла к концу обвязки не провязывая последнюю петельку вот эту цепочку обрезаем нить и я возьму иголочку вы можете пользоваться крючком протягиваю полностью нить через петельку вот этот петельку главное не затягивайте что она будет свободная и далее прячем хвостик заводим крючок пропускаем одну вот эту вот петельку под вторую ввели крючок наизнанку далее вводим обратно вот в эту вот петельку из которой у нас выходит хвостик вводим иглу и выводим ее наизнанку все ряд у нас будет закрыт сюда вы можете белочку пришить дальнейшем нам теперь нужно спрятать хвостик прячу я их вот за вот этими вот столбиками просто одеваю внутрь столбика как бы за перемычки вот у нас перемычки и прячу под ними хвостик в общем вот так вот вводим за петельки и обрезаем нить все остается только отпарить нашу салфетку она будет готова отпариваю я ее обычным утюгом вернее даже глажу но обязательно нужно гладить либо через марлю в несколько слоев либо через какую-то плотную ткань все наша салфеточка приобретет вот такой вот ровный вид